В этом издании, как и в предыдущих, присоединяется история старых ростовских улиц, история домов сохранившихся и, соответственно, где-то находится судьба обитателя этих домов. Первое издание вышло в 2006 году, и вообще первоначально оно задумывалось как путеводитель своеобразный. Там просто авторы собрали экскурсии, которые они водили по Ростову в то время, когда работали в Музее Европейского. Но идея оказалась настолько востребованной, что уже в следующем году вышло второе издание. Но вы сами понимаете, что исследователь, если он начал что-то изучать, он не может сказать себе больше этим заниматься, но ему выбросить. Все равно получается, что он смотрит эти истории, собирает какие-то факты. И даже если он по каким-то причинам перестает собирать эти факты, факты сами его догоняют на пол. И получилось так, что в 2017 году уже было понятно, что будет третье издание. Оно очень прилично отличается от второго и по объему, и по изобразительному ряду. Должен был сдавать Музей аптечества, но, к сожалению, в прошлом году получилось так, что получилось безрадостно. Авторы вынуждены были уйти из музея, оставив там рукопис на производстве, где никаких неорганизационных и финансовых возможностей не было издать эту книгу. И, в общем, мы приняли решение, что это будет частное издание. Как бы ни было, книгу надо было издавать. Я взялась за это дело потому, что за, наверное, 6 лет изучения своего «Достопия» я уже увидела, насколько много можно извлечь из истории дома, насколько интересные истории раскапываются, всего лишь изучая этот дом. Понимаете, очень много стоит за строчкой, что в таком-то году дом перешел к такому-то владельцу. Это такая справочная информация, за ней может стоять все, что угодно. Это и личная катастрофа, это и бизнес какой-то, большие удачи или большие банкротства. Это и пожары, это, не знаю, ураганы, революции, войны. Это все, что угодно может быть. И вот я поняла, что это, понимаете, вот в этих домах часть вот той большой истории, которую мы все в учебниках не особо задумывались, что там написано, она, вот эта история большая, она подходит конкретно к человеку и пересекается с его судьбой. И на этом стыке мы видим, как люди реагируют, какие у них характери, что для них важно. Как они относятся там к работе, к соседям, к властям. Ну, в общем, вот как они живут в этом обществе. Я думаю, что только в таких документах это нужно найти. Одно из очень красивых приобретений, замечательные фотографии, здесь не очень хорошо видно, вообще-то там яйца можно распятывать сначала в процессе. Вот, значит, все время, пока я работала над книгой, мне даже домашние задавали вопрос, кому это надо, кто это будет читать, кто вообще сейчас книги читает. Ну, в общем, это было понятно, но я хочу сказать, что я с с самого начала стала бы основа, кому же на эту книгу. И у нее есть вот как бы три таких момента. Она интересна с точки зрения такой исторической, потому что основная часть, сохранившаяся даром, это в основном русский генеральный модерн 19-го века. Это просто само по себе интересное здание, по-ростому нужно ходить, ну, я не знаю, кто подходит, кто с аппаратом, кто с карандашом, и зарисовывать для работы очень много чего. То есть это, в принципе, информация интересная и историку, и дизайнеру мне, например, это интересная информация, может быть, каким-то там преподавателем, архитектором, вот, и вот сохранились такие дома, есть вот какие-то совершенно уникальные сохранившиеся элементы построек вот таких вот, и каждый дом, да, они действительно, они обшарпаны, они очень ухожены, но, тем не менее, они хранят эту красоту очень сильно. Ну, и так, ну, конечно, основная часть наших читателей, это жители Ростова, они воспринимают эту книгу как бы, не знаю, наверное, более лично. Они ходят по этим улицам и ходят мимо этих домов, поэтому они видят, что с ними происходит. Ну, действительно, правда в том, что очень мало домов восстанавливается бережно, с учетом стиля, как бы, особенностей. Основная часть домов сушает, некоторые дома сгорают, частично перестраиваются, ну, в угоду вкусов новых владельцев. И, конечно, постепенно все это уходит. В этом арте у нас была презентация в Ростове. Очень интересно, что часть людей, которые выступали, воспринимала эту книгу как бы упор к городским властям, к сохранению культурного наследия. Я просто удивилась, что вот они так близко к сердцу воспринимают. Многие даже говорили, что вот они на свой город стали смотреть перед ними глазами. И, конечно, вот, подложила от него въемы на подписку, и больше половины заража ушло в Ростове, именно простым, совершенно простым ростовским людям, которых, в общем, я могу называться большой бог и гражданами этого уровня. Ну, а для тех, кто занимается генеалогией, это действительно вот путеводитель. То есть это здесь перечисленные веихи тех домов, которые можно изучать. И если, ну, не просматривать вот все года подряд, а уже знать вот какие-то определенные реперные точки, от которых отталкиваются в детстве, то можно найти, правда, совершенно уникальные истории, которые собираются в себе и в наших предках, как они были, вот, с их характерами, с их какими-то поступками. И вот охватывают какую-то историю, которая становится, ну, в общем, она становится более нормальной, что ли. Она перестает быть абстрактной, как вот строчкой в учебнике, и она начинает быть живой, и той самой историей, которая на самом деле происходила в этом мире. Вот. Ну, и сейчас я вам просто в качестве примера расскажу несколько историй, которые случились вот лично со мной, пока я расстатывала дом своих предков, погольных, который сохранился. Ну, правда, вот, начну я не со своего дома, начну технологически с первого своего открытия, улица под названием Каменный мост. Мои бабыли были кузнецами, и когда я искала о них информацию, я в Маклёрске встречала такую стандартную фразу в договорах, что они с ним арендовали кузнец под Каменным мостом. Дело в том, что я несколько раз летела до 100, я пошла весь город пешком полностью, никакого Каменного моста и никаких останков Каменного моста там не было. И поэтому для меня это вот какое-то долгое время было, ну, может быть, каким-то таким плоским абстрактным понятием. Я считала, что это какая-то улица, которая была, ну, когда-то очень давно была, а сейчас ее уже нет. А потом я познакомилась вот с сотрудниками музея Ростовского Кремля, в частности, вот, с Любой Печкиной, которая занималась историей этого моста, Люба буквально взяла меня за руку, привела на место и сказала, вот это вот, это Каменный мост. Я по этому месту ходила все время. Это путь как раз из достинницы в музей попечества. Я ее даже как улицу воспринимала. Знаете, вот что-то типа такого какого-то перехода между улицами, ну, вот так вот, вот пробежал и не заметил. Но то, что это было, оказалось, это было не просто улица, это было настоящий мост. Вот здесь вот видно, вот он, этот мост, и идет, как раз откривляя, там попробка начинается. Он был достаточно высокий. Там текла настоящая речка Пежерма, сейчас ее уже не осталось. И мост был именно над этой речкой. Тут, конечно, не очень хорошо видно. Вообще там видны арки под, под самой, сейчас я попробую пальцем вытянуть, вот эти, под самой, под самим мостом. Были кузницы, их было 12, 6 с одной стороны и 6 с другой. Вот. Когда мне Люба показала это, я долго ходила вокруг этого места с аппаратом. Я пыталась представить себе, но не особо-то и вышло. Но потом еще одна сотрудница музея Татьяна Клубасовна была меня на такой след. Оказывается, у нас в Москве, в Калии, хранятся фотографии. Они подписаны неизвестным фотографом. Кто-то приписывает им Борщевскому. Специалисты по Борщевскому утверждают, что это не он. Ну, в общем, остановимся на том, что это неизвестный фотограф. Конца 19 века. И вот он сделал фотографии этого гаммета моста. Вот примерно такие. Они называются, вся серия фотографий называется «Поновясь у системы Ростовского Кремля». Здесь тоже, здесь видна вот деревянная даже дверка в кузницу. А с двух сторон стояли вот эти вот конструкции для подковки лошадей, потому что это была такая обязанность всех кузнецов для всех гостей города. Там подковки лошадей на этом месте. Люба даже вот сказала более точно, она сказала, что вот фотографии 1886. И там вот, там видны люди на несколько фотографий, они разные. То есть только одно, потом, кстати, в книжке другая была. И я все время смотрю, думаю, наверное, там даже могли быть мои бабули. Потому что в том году они еще жили все в Ростове и работали. Вот. Ну а вот, ну, с фотографии вот с того ракуса у меня не вышло, потому что там такая полночь, чтобы не забраться. В общем, сейчас это выглядит примерно вот так. То есть представить себе, что это был солидный мост с башенками, красивый. Но вот на предыдущей фотографии вот этот, это 60-е годы прошлого лета, он еще был вполне приличный, разруха практически в 90-м. Это башенки, это ограждение в Астрахе, да? Да, было ограждение еще там с башенками со всякими. И на старой, на старой открытке тоже видно, что были ограждения. А сейчас, конечно, уже ничего не осталось. Вот, вот, крохотное место, все, что осталось, что-то тут у нас пусто. То есть, конечно, тут, как бы, ничего, мало что осталось. Но, вы знаете, пока я вот общалась по поводу моста с Рабутином, с Любой, с Татьяной, я, конечно, я начала смотреть не только там своего бабуина. Я, соответственно, выручила себе кузнечные фамилии и стала собираться в кузнецов. Так вот, даже на уровне практическом я нашла там несколько браков, которые я бы долго искала в ажатском линии, потому что все-таки люди далеко за невестами не ходили. Ну, и сам мозг меня ожило. Знаете, я даже уже и грязь, наверное, не вижу, когда хожу по этому месту. Ну, плюс, конечно, да, я узнала массу интересного. И про то, как была организована работа, про кузнечный артель, про обязанности, про дежурство, про то, как они вот справлялись со всякими, ну, так как бы, годовыми проблемами. Потому что там самая большая проблема была в том, что поверх ушли рошади, а снизу все полисистры рошади приближались, и в шарах, в принципе, в 19 веке, по времени это дает очень большое внимание. Так, ну, а теперь уже я к своему дому перехожу. Наш дом, Бабульский дом, сохранился на улице Егинка. Вообще она сейчас называется Октябрьская, раньше она называлась Святской. А Егинка, она в обиходе, но ее так до сих пор называют, так что в Духлентах, наверное, очень. Первая история началась с того, что я решила найти точный год постройки этого дома, всего на всего. Была у меня информация о том, что в 1807 году мой Федор Ильич Пробойт купил землю, вот на этой Егинке, за 100 рублей, такого же, по-моему, индейского, за 1 стола, но семья была просто хорошей, то есть она совершенно не была застроена. В общем, здесь есть подорога, это такое, не по-моему, не по-моему. А вот, сам ход построенный, в чем он там находился, и меня, ну, вот, как-то это почему-то задело. Я стала смотреть все документы на строительство, в начале века, и выяснила совершенно потрясающую историю о том, как происходила перепланировка городов. Ну, вы все, наверное, знаете, что это конец 18 века, Екатерина сдала указ о регулярной перепланировке русских городов, и в 779 году, да, этот указ был спущен в Ростов. Вот здесь старый город, здесь вот новый город, и в Ростове помимо вот такой перестройки, как бы, упрямления, предполагался еще ров вокруг города, и этот ров проходил как раз по посадским землям. В основном, он затрагивал большинство обывательских домов. Ну, когда указ спустился, его начали, собственно говоря, точно так же, как все последующие годы и до сих пор, его начали со слома. Первым делом сломали подробно все эго-базинские дома, потом начали думать. Нет, ну, не то, что думать. Город на самом деле выделил земли для постройки, но эти земли были достаточно, ну, за окраинные города. И ростовцы туда не поехали. И я их понимаю, это все равно, что у меня сейчас вот дети с центра, в каком-нибудь дальневосточные будут его попробовать переселить. Я их не поеду, я буду сопротивляться, точно так же сопротивлялись в Востоке. Никто, ни один человек там не начал строить домов. Ну, а земля пустая не бывает, и очень быстро эту землю проглядели владельцы Кирпичного завода. Значит, там бывали на Кирпич. В 1817 году строить там было уже нельзя, там были просто карьеры, и она, в общем-то, уже была вот промышленная земля. В этом уже времени накопилось очень много прошений от тех, кто не смог решить свою жилищную проблему. И все это свалилось на голову губернатора, тогдашнего предпорства. Город на 100-х губернатора. Ну, товарищ сообразительный. Значит, он создал сперва общую присутствию. Ну, это что-то типа приемным транспортным жилищным вопросам. Ну, и с этим присутствием начало общаться, то есть это присутствие, с ним и спускались в полипост. Ну, первый пункт, который сказал, что владельцы Кирпичный самодовый должны заравнять явно за свой счет, это было логично, понятно, и как бы все хорошо. А вот вторым пунктом Кирпичный окинул в город хозяйским глазом и выяснил, что в городе есть стопорожные земли, незастроенные, когда-то купленные и незастроенные. И решил спустить в присутствие указ о том, чтобы привести известность эти земли, то есть обновленный список незастройщиков. И вот тут магистрат встал буквально, потому что незастройщиков было много. В основном это были богатые уважения люди города. И просто так, когда брать им землю, магистрат просто не решился. Два года магистрат писал отписки. Их читать было одно удовольствие, и встывание отмолчилось. Потом они год в город, представьте, они решали вопрос, как подавать списки Политковскому. Вот всех незастройщиков одним списком или же за каждым проводятся отдельные писточки. Об этом шла переписка в год. Через год решили подать общим списком, но выяснили, что у незастройщиков, оказывается, не было планов. Но, конечно, Политковский через два года переписки забросил все ближние обороты. Он уже просто писал прямым текстом, что зачем он планы, если они до сих пор не построили. Там уже просто шла ругань практически. В общем, в конце 2019 года, в середине 2019 года, Политковскому списки все-таки выдали. И там был мой Федор Пучиногурин, в третьем квартале, в списке на состойщих. Губернатора поменяли на смену, но пришел от взаобразов. Он оказался более продуктивным с точки зрения исполнения своих обязанностей. Ему удалось сделать еще несколько списков. Он всего за полтора года получил с общего присутствия список владельцев кирпичных заводов, список тех, кто решил свою проблему сам, не дожидаясь помощи от государства. По этому поводу он их вычеркнул из списка, даже с ним сказав спасибо, и составил общий список нуждающихся, который был меньше. И плюс ему еще потребовалось, он еще удалось сделать список и застройщиков по одной центральной части города. А вот тут, это был конец 20-го года, в этом списке, но его бабулина уже не было. То есть я так поняла, что этот дом был в 19-20-м. Ну, чем кончилось для других, извиняюсь, но не смотрел. А от нашего дома, с чертежа дома-то нашла, вот чертеж фрегеля в Блинословском архиве Сохранец, вот с кучешечкой для масштаба. Красивка дома. Вот такая вот была замечательная история. Вторая история касается, у меня опять третья, прошу третья. Третья касается уже нашего дома, это середина, 864-го года. Началась у нас с того, что в ярославских новостях, в губернских, нашлось объявление о том, что с торговой будет продаваться два дома, Андрея Родиогова за долги и Федор подробно за получительство с него. Ну, конечно, мне это очень интересно, что это такое. История, на самом деле, была, на мой взгляд, очень извиняюсь, просто анекдотичная. Это история о несчастной купецкой доле, наверное, можно так назвать. В общем, в 1716 году Азарь Шептионов поехал в Питер продавать мыло и свечи. Остановился племянничком. Племянничек нашел ему по родству. А кто покупателем мыло? Покупатель мыло забрал, но денег не дал. А выписал Вексель. Вексель этот был на 2,5 тысячи рублей. Это, между прочим, очень, это очень большая по тем временам сумма. Вагонов, заметьте, тогда не было. И чем везли такое количество мыла, я честно говоря, представить себе не могу. Но как-то вот до стола. Вексель, Вексель, все хорошо. Родионов сидит в Питере, ничего не делает, ждем денег. Проходит 5 месяцев, когда, на которые был этот Вексель выписан, и тот товарищ должник отзывается неимением. Ну, по закону все нормально, Вексель опротестовывают, но денег, сами понимаете, как не было, так и нет. И что Родионову делать, непонятно, потому что он сидит, ждет у моря погоды, дела у него в Ростове стоят, и как бы он нервничает. Он опять в племянничку, он в племянничек, сказал, что надо выбить дом на том языке, это называлось найти человека, имеющего хождение по делам. Это называлось красиво, понимаете, красиво. Такой человечек нашелся, этот человечек забрал Вексель, и Родионов, ну, я не знаю, может быть, он был бы не таким уж грамотным купцом, может быть, ему просто уже так вот все надоело, ему было все равно, что лишь бы было оттуда. Выпустили из Питера, но он поставил на этом Векселе свою подпись, так называемую бланковую подпись на предмете. По идее, он мог это делать, но с приписочкой там, а приписочку он ее сделал. И уехал в Ростов. Я думаю, что он долго расплачивался с долгами, потому что он прогорел на две с половиной штуки. Но потом забыл про эту тему, и у него суперчиня. Ну и тут-то было. Прошло 17 лет. Через 17 лет в Ростове появляется питерский купец, никому не известный Иофф Петров. С этим Векселем и предъявляет Родиморфу, который уже проголел, счет на этот Вексель. И не просто счет, а с процентом. Родионфа, в полном недоумении, он пишет прошение в магистрат. Он просит выяснить, откуда взялся этот купец и с какого перепуганного Векселя. Но этот купец на расспросы отвечает, что вообще это, собственно говоря, никому не должно уехать, потому что есть Вексельный Устав, там в черном подъемном написано. Вот у кого в руке эта бумажка есть, тот имеет право на деньги, и он требует законов удовлетворения. Ну, что делать? Магистрат описал Вексель в последней кляксе, последний уголка, там написание Векселя снимает несколько страниц. Переписали все законы, проверили все, высчитали проценты. И получилось, что Родионов должен еще пять тысяч рублей. Представляете? Вот. Потребовала собственность его имущества. Его имущества не хватило, и потребовался поручитель. Конечно, я читала дело, и я видела, что ни один здравомыслящий ростовский трупец получаться не стал, потому что это понятно, это было должное дело. Ну, мой Федор лично. Соображение, видимо, общей справедливости. Я думаю, что он тоже понимал ситуацию и прекрасно как бы видел его. Ну, вот он взял и получился всем своим мнением, хороненным творогом и строимым семьей, он получился, что получился Зордиота. Когда я это читала, во-первых, я поняла, что, ну, как бы он был прав. Я бы на этом месте, наверное, тоже бы постаралась пристроить так же. И потом вот это вот умение легко и непринужденно расставаться с собственностью, прям проснеживаться у всех бабульных, на Мишле которых я знаю, честное слово. У нас все вот как-то так. Ну, подумаешь, что? Ну, нет, значит. Вот. Ну, вот чем закончилась эта история, я не знаю. Но я знаю точно, что наш бабульский дом в чужие руки не приходил. А вот как раз, когда книга готовилась в печати, я совершенно случайно обнаружила, вот это дом Родионова стоит, что дом Родионова был куплен только в 1886 году у наследника, у него наследника, то есть он тоже не был продан с торгов. А вот купил этот дом Николай Михайлович Кайдалов, это прадед Елена Ильинична-Кристининова, вот как по иронии судьбы. Вот дом этот стоит до сих пор, он сейчас живой, много партий. Он вообще, это уникальная постройка, это самая старая деревянная постройка города. Она еще до регулярного плана. И примерно, вот ее постройки, пытались там выяснить, примерно 1786. Она просто, он дали, наверное, только деревянный построен. Деревянный, он построен из листыничных бревен, а Кайдалов, когда его купил, он еще его обошел шикарным тесом. И сейчас это действительно уникальное здание, это самая старая деревянная постройка Ростова, причем она функционирует. Там действительно живут люди. Вот, ну, сейчас его обилие было сочетание, в веселем всему цвет покрасили, в любительности. И, к сожалению, этот объявление, который внесет в спилу охраняемых объектов, вот это не получается. А современного вида есть? Нет. Современного нету вида, я даже не знаю, почему. Вот, ну, тут и видите, тут как получилось, что вроде как и долги большие, и все, и все дайманы были выставлены, и вот это объявление в газетах пропечатывалось, там, честно, по три раза, но тем не менее, дома остались у своих владельцев. Это, конечно, было интересно, и я выяснила, что существовал, оказывается, это уже и у своих выяснилось, существовал, оказывается, способ, ну, как и сейчас, существуют способы обойти какие-то вот положения, выкрутиться, вывернуться, ну, в общем, они существовали всегда, и людям активно пользуются. Так вот, тогда это был такой очень интересный способ, я не финансист, и я, к сожалению, не знаю, как это правильно называть, а могу только простыми словами, так сказать. Суть была в том, что мужья подавали женам фиктивные лексели. На суммы, в принципе, приличные, но меньше, чем, допустим, стоят дома, ну, там, где-то, вот, тысячи, две тысячи, иногда, девятьсот были, если бы это просто бумажка была, она не была бы капитана никакими деньгами, и делалось это для того, чтобы, ну, там, на случай каких-то, какой-то практический случай, если женщина оставалась одна, там, либо подруга, либо хозяин умерла, чтобы у нее была, ну, как бы, возможность у наследников требовать деньги, чтобы она была, ну, как-то обеспечена, то есть просто вот заботливаясь о своей же голове. Но вот эти эффективные лексели на родине приспособились пользоваться на всех случаях, чтобы сказать. Вот, наш родственный обмен в нашем доме для Евгеньки начался, как бы, там, было два дела, которые я нашла. И первое дело было в том, что вот у Федора Ильича Бабурина, его было два внука, родных брата Константин, старший Федор младший. Ну, собственно, дом принадлежал Константину, и он его просто хотел продать брату, потому что, я думаю, что они просто хотели уехать с Ростова в Топлина. Вот, ну, они не выбрали простой способ, вот, пойти там в магистрат, оформить, что-то такое, нет, они сделали совершенно по-другому, и я долго не думала вообще, что за такие, вот, какие-то продажи. Жена Константина, Вера Константина, моя брата, бабушка, она имела вексель, вексель был вексель, обеими братьями, одновременно, как человек, и был вексель. Этот вексель, она предъявилась ему собственному мужу, и потребовала продажи имения. Муж, честно, дозвался неимением, и все это дело ушло в суд, в дом, который перестал продаваться брату, а стал продажей за дом. Я никогда не могла понять, зачем это нужно, но потом, когда я прочитала все торговые листики, сложили все суммы и прочее, я подумала, что, скорее всего, это был очень простой способ снизить налоги и продать дом за ту стоимость, которую они уже с собой уговорили, а не за то, что через магистрат они продавали, так похоже, по какому-то аналогу нашей сейчас рыночной стоимости. А вот эта вот неявка на торги позволяла вот эту стоимость зачеркнуть и начать торги как бы с той суммы, которая удобна. Таким образом, вот Верка Константиновна с мужем подарили, ну, практически подарили там по деньгам дом младшему брату. И так получилось, что вот этот младший Федоров практически сразу умер, буквально на следующий год. Жена его Александра Ивановна осталась второй, но у нее уже был дом, она была обеспечена, а в Константиновне было бизнес, когда все было хорошо. Но Константин тоже умер в 80-м году, они оба умерли от болезни легких, если достаточно в таком нестаром возрасте, я думаю, что неожиданно это все было. И вот тут вот наша Вера Константиновна осталась 60-ми людьми и уже без следов существования этого-то не было. Так вот, две вдовы еще раз продумали ту же самую махинацию с Версием. Точно такой же версии, недоплаченной уже Вера Константиновна и Вера Александровна Ивановна. Также наружу с торгов, также уменьшили всю первоначальную стоимость. В общем, там даже вот когда читаешь эти документы, там просто видно, что люди не просто высчитали, сколько кому, чего нужно и как, но они даже высчитали, как вести торги, поскольку прибавлять, чтобы вместе с налогами все получилось правильно. Это удивительно, просто я сперва, просто я консультировалась с мужем, потому что я в этом ничего не понимаю. И вот он-то как раз и сказал, что ты посмотри, тут же все прописано. Четыре человека торговались, он две вдовы и два своих какого-человека, в цирку, у него в салон, такие же торговли с ужасным товаром, как в моей бабушке. Поэтому прибавляла Вера Константина, эти прибавляли по рублю, представляете, по-моему, один кто-то три, что-ли, сказал, ну, в общем, как-то так, типа, ну, типа, вы что-нибудь видите, мы здесь торгуемся. Такое было. И все это очень мирно и спокойно таким образом делалось. Конечно, это радует, что даже вот женщины в те времена были достаточно изворотливые финансово-грамотные. Вот, ну вот, на самом деле, моя семья, вот Вет, кстати, она с детьми действительно уехали из Ростова в конце 19-го века. Александра Ивановна жила в этом доме до самой своей смерти в 19-м году. Кстати, благодаря всем этим судебным делам я знаю, как выглядел дом наш, дом наш, вот он сейчас, это сейчас что-то, а тогда у него, ну, он такой же, в смысле, стены там те же самые, ну, не странные, не деревянные, вот, и, да, вот, там, вот, не за ним, вот, во второй этаж, через парадное плицо, через стеклянную балерею. В общем, там было красиво. Ну, флигель был, вообще размеры таких хороших были дома. Была там у них и земля, и все. Ну, сейчас это, вот, собственно, я даже в книгу не стала его помещать, хотя автору мне предлагали сделать, но я говорю, нет, он такой, уже не такой, какой был. И там, конечно, тут тоже многоквартирный дом, сейчас там несколько семей, какими, живет. И нету больше бизонина, стеклянной бюлереи, лепегеля, ничего этого нет, остались только стены. Ну, а вот самое смешное, что эти стены тоже не выдержали, то есть не было ни одного капремонта в этом доме. Эти стены стоят вот с того, с 719 года, иногда получается 200 лет, стоят, там, чтобы пьюте, да, и тут купили коммуникацию, тарелки навесили, все нормально, но дом, вот, собственно, дворя стоит. Ну, я надеюсь, что он мне еще расскажет с того, есть еще моменты интересные, которые я еще пока подмерцовала. Ну, собственно, все, больше я не могу рассказывать историю трудов, а возвращаясь я к книге, с которой я начала. Да, и, ну, во-первых, я, конечно, хочу одну книгу подарить из Сверте, библиотеку из Сверте, потому что все-таки я считаю, что она должна быть, но мало ли кому-то что-то захочется. И еще у меня большая просьба, поскольку на Ярославском форуме мне сказали, что только вы сможете передать для Ярославского форума, конкретно вы, это Ирина. Что, обещаю поехать там? А я уже не буду, я потеряла уже. Вот, я поэтому еще одну книгу для них оставлю. Это первое было. А второе, я чего хочу сказать. Все-таки издательское дело, это сказано достаточно дорогостоящее и дается абсолютно в порядке культурным. А истории домов, они продолжают нас интересовать, и люди все равно находят. Даже когда книга готовилась включать, у меня уже по одному дома, как раз с собой присылали дополнения какие-то, вот, культурные тайнеры. Много, я думаю, что автору не перестанут искать еще информацию про эту неделю. Так вот, это моя идея, она совершенно сырая, она, если что говорили, тогда-то у меня возникла, но я просто ее хочу озвучить, потому что сама я ее не подниму. Вот, на СВРТ, в ленте СВРТ была ссылка на проект «Исчезающий Иркутск». Там мы собирали как раз истории домов иркутских. Вы знаете, там так интересно, во-первых, это наполнено, то есть это, видимо, какой-то проект, и там дома пополняются. Нашел человек, он может добавить туда либо историю, либо фотографию, либо письма какие-то, понимаете, это получается очень интересно. Я подумала, что, конечно, нет, конечно, в идеале хорошо иметь такие проекты, пока что-то круто, но я пока только про Гостов, потому что я думаю, что мне удается уговорить авторов заняться сопровождением проекта. И, конечно, вы сможете открыть, и будет очень хорошо. Вот, но дело в том, что я никогда в жизни не занималась интернет-проектами, но если кто-нибудь найдется, кто-нибудь умный, то посоветует, подскажет, и я буду очень рада. Ну, для начала вы можете просто в рамках СВРТ отрестанцевать. Ну, вот, я даже не очень представляю, как открывается проект коллега, как будто бы сидеть, и он действительно реализовывается. Ну, в общем, это такая вещь, которая... Ну, в общем, это такая вещь, которая... ...подумали, ну, все как-то задумались вдруг, то получится. Ну, и все. Спасибо за внимание. Если кто-то подходит, спрашивайте, пожалуйста. Вы скажите, во-первых, какие документы пользуются? Какие фонды, в веществе, которые учитываются? Да. Значит, фонды. Основные информативные фонды — это макерские книги, это фонды протокола к соседанию городового магистрата, это фонды въездного суда в обязательном порядке, это бездонная 204-я ростовского архива, как раз фонд городового магистрата, там находятся пункчи, дарственные и прочее, прочее, прочее. То есть в основном это вот эти фонды судебные дела, судебные дела все равно проходили через магистрат. Если что-то там уж прям очень интересно, можно брать сами журналы заседания магистрата, это вот книги вот такой вот толщины, примерно. Я в основном протоколы беру, мне их хватает, а протокол их очень много. А не расписаны как-то хорошо эти фонды? Или это просто с пушников просмотрено? Это младично. Потому что каждая история, даже здесь на маленьких примерах видно, она начинается гораздо заранее. Можно знать год, допустим, у меня подкнулось в год и вижу, что в этот год было там банкротство, были какие-то вот махинации продажные. Но мне надо найти, откуда... Хорошо, если это сказано. Конечно, обычно, ну, там зависит от писца. Кто-то аккуратно переписывал все, что можно. Там написано, что вот по вексу вот такого-то воде, можно сразу уже туда лезть. Но это было не всегда, и часто даже оставляли там пропуски. Видно было, что они обязаны были их писать. Но когда переписывали, просто оставили пропуски. То есть искать, конечно, предупреждать. Но протоколы заседания ингредистрата, у них, как правило, в начале книги, оглавление не есть в счастье. По фамилиям, по улице... Ну, как дело называется? Нет. Дело там, допустим, о взыскании, я не знаю, с Вагурина, по Вексу, Роджионовым. То есть там просто фамилии перечислены, поэтому то, что по фамилиям смотрю, и то, что мне надо, беру. А сохранность этих фондов, они фондов или фрагментарные? Нет. Они очень хорошо сохранились, потому что очень мало кто-то может, это врачи есть. Там жуткие почеркают, а врачи отдыхают. Это, знаете, с корпусю 17 века, вам покажется каллиграфия после этого, честное слово. Это вот как врачи вот у нас. Мы видим, да, там сплошная пила такая. Да, 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 да. И вот эту пилу я, конечно, ее там не читаю, я там фотографирую и привожу уже в Москве в инфрации. Естественно. Ну, вот по таким вот делам, я считаю, что это самые информативные фонды. Причем уездный суд и магистрат, и они были как-то назначены. То есть, допустим, духовное завещание человек мог оформлять и в Манглевской, и через уездный суд. Это было его решение, и это были как бы однозначные вещи. Так же, как и купчей тоже. То есть они могли оформляться и там, и там. Поэтому, конечно, для платы картины лучше просматриваться. Но обновление сильно выручает. Вот про книгу, что ты рассказали чуть больше. Кулигсографию брали, как подборка, с чем руководство. Значит, фотографии. Фотографии там, ну, там, во-первых, у самой Елены Евгеньевичны, наверное, самая богатая. Скажите про Елены Евгеньевичны, потому что не все понимают такого речью. Елена Евгеньевична Костеменева, рожден Кростово, у нас дочка Морозова, который был заведующим музеем публичества. Ну, я даже не очень хорошо понимаю, что про нее рассказать. Она работник, она музейный работник, работала всю жизнь в музее публичества. И у нее такое знание города, любой город, наверное, она для коллега рассказчик, и можно просто слушать. Все, что она говорит, можно присоединиться, а потом не слушать. Она всегда рассказывает очень многое. В книгу вошло, конечно, не все, потому что, естественно, у них есть информация дополнительная по тем домам, по которым они нашли. А по сравнению со вторым изданием, во-первых, они с Галиной Алексеевной очень много по архиву смотрели, архивных данных нашли. Там, кстати, в конце книги есть список архивных материалов, просмотренных. Так это реальные дела, которые я смотрела. Но так нужно для того, чтобы понять, что ты еще не так перетрудился, можно его посмотреть. Плюс они нашли очень много потомков древних ростовских фамилий, которые разлетелись по всему миру, и очень много их живет за границей. Это Франция в основном, Израиль. Они их нашли, они с ними списались. И некоторые из них предоставили фотографии из своих личных архивов специально для книги. Ну, какие-то светостики. И плюс в этой книге еще часть сведений давали такие вот люди, как я, то есть те, кто, у кого были историей с Возьмостовским домом, когда мы узнали, что будет третье издание, мы тоже отдали все свои наработки. Там вот вначале перечислены люди, у Леони Миничных благодарностей перечислены люди. Если надо, я скажу их фамилии, только сейчас очки нацелу. Это все фотографии личных фондов, это музейных? Нет, 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 нет. Это здесь фотографии из личных в основном коллекции. А, ну вот, Перфиль, Льва Букреева, Язина Крауза, Саша Морозов, Малахов. И вот это люди, которые давали по своим домам информацию. И там, естественно, фотографии уже из наших архивов. Дома современные фотографии, это делали, это делался для Лены Леонидовича и Алексея, он профессиональный фотограф. И на то, что там не хватило, я даже свои ставила фотографии, на то, что, потому что, удивительно, но я думаю, то, что я фотографировала в 2013 году, уже оказалось редкостью, потому что часть домов сгорела, к сожалению, из-за того, что, вот было. Поэтому вот получилось так. Вот. И там, именно из коллекции, которые там, по всей фотографии, подписаны, из чьих они личных коллекций. Вот люди занимались домами, да? А генеалогией и последствия этих родов, которые не занимались, сами занимались генеалогией своих предков? Ну, так они и занимались генеалогией своих предков. То есть это их попутно, дома получались, да? Да, вот у меня же тоже по поводу, я же не специально была с спорой. Просто, ну, когда я находилась, начинала, если было интересно, я открыла, а потом смотрю, уже почти, ну, можно продолжить рассказывать. Но все равно, там еще есть, поэтому сейчас-то я уже когда-то специалисты, так вот у нас собирается же случайно, эта история, это сделано, из отдельных каких-то дел, из наследственных дел, то есть, раздельных записей, когда детей отделяли. Это все, кстати, это все в тех же футболе, которые расположены. Ну, и вот Ваши родословия, они доведены до какого времени? Или только на Ростове за Северский, или все-таки вы знаете, что-то будет? Нет, значит, у меня родословие, ну, это у меня бабулины, у них, вот сейчас, как раз смотрю, 12.09 года, во всяком случае, в 678-м они были в Ростове. Там есть одна интересная вещь, собственно говоря, для того, чтобы ее проверить, я туда и полезла, потому что на Рославском форуме давно-давно мне прислали, что в 612-м году, когда была СМУ там, один из посадских Нижнего Новгорода, Федор Бабулин, ходил выбирать в составе того сборщика, который выбрался от царя. Я потом нашла, ну, правда, в Ленинге, в совершенно нормальном виде, я нашла по Нижнему Новгороду несколько документов, там действительно были Федор и Иваны, а у меня все Федоры и Иваны, они вот, причем одновременно существующие, то есть, стандартные совершенно, я когда вижу еще в Ливан, я уже понимаю, что это мое. Вот там были действительно два брата Федора и Иваны, один из которых был таким приличным купцом, а второй, как же ты сказал, сказано было, опился и сходал. Ну, всякое бывает, сходица, вот, вот кто-то из них, видимо, то ли как и сходавший на поиске жизни, лучшей долей, то ли тот, который ходил в Москву, решил до лишнего Новгорода, больше не возвращается, не могу пока сказать, но мне было просто интересно, те, это, вагонные или не те, сейчас вот я, как бы, этим занимаюсь, это, соответственно, за конец 17 века. А то, что они уехали из Ростова дальше, ну, конечно, я знаю, потому что, ну, у меня девочка, но я была вагонина, поэтому, конечно, я не знаю, не знаю своих родственников, не все, не все еще, судьбы я нашла, не могу найти меня из живущих потомков, там, у нас с этим редком, но это, конечно, я знаю, но это уже нет, они уехали сперва в Кострому, потом в Макарев, потом в Москву, ну, в общем, вот так вот. А по другим фамилиям, вот, по Нижегородской, вернее, по тому, мне священники Иорданские, там у нас сейчас самый вот наш родоначальник, сейчас он уже стал гораздо старше, чем был, 670 какого-то года рождения, сейчас, наверное, не скажу ли, то, что он будет готовым и делаем, но эту книгу я просто еще не сделала, она готова, я просто не имею времени, если доделать, но даже не хочу сделать, потому что там очень много черновесного, и по Иорданским там все собираются, и Казанский, и каких-то Лихомин, тем более, в общем, есть тут Иорданская фамилица, и у нас, как бы, кличи среди нас у всех, Иорданский, всех стран, соединяйтесь, то есть мы собираем всех, и Владимирских, и Костранских, ну, просто, чтобы знать, мы все друг друга знаем, и выписываем всех, поэтому там, по Иорданским я знаю практически всех, совсем недавно, просто было редкостное везение, в Казахстане нашелся последний мой расстрелянный священник, он, это, он, это просто стало Казахстаном, это была Россия, Кастанайская область, она стала Казахстаном, но там уже отозвались и на сайте, там такой есть сайт Русского православного церкви Казахстана, там уже вот мне много дали информации, даже фотографии, и частные исследователи уже там прислали массу интересную, там, я думаю, что этого последнего нашего расстреляна мы все-таки найдем, а еще две фамилии у меня как бы в самом начале, потому что одни у меня казаки с черной обивщиной, их искать сложно, отца не знаете, вот, а крестьяне вот с Калужской губернии, ну, там у меня только вот с 19-го века начинает как только с начала 19-го века, просто начинала даже, мы подпишать начинаем стать, потому что даже не ездил, это не по колено, помогает срисать ноги немножко, и все, так что каждый раз сломное разное получаем срисать еще вопросы ну, давайте поблагодарим Борисову большое спасибо за очень интересную лекцию, большое спасибо за книгу подпишем я вам книгу подпишем и расклад подписать где-то еще подпишем да, и наверное мы сейчас когда официальную часть закончим перейдем к официальной книжку в принципе можно покупать еще но недолго нет, правда потому что ее осталось выскажите сколько то есть ее можно купить стоит она квотары тысячи а бы я к сожалению не все понимают сколько это стоит так что это можно обращайтесь так сейчас я заканчиваю все до этого заканчиваем санчет переходом не писали спасибо спасибо